Попал ко мне на днях видеомагнитофон Шиваки с инструкцией СВ-Р7. Инструкция на русском, на английском и на немецком языке. Так вот раскладывается всё это дело. С картинками. Меры предосторожности. Что у нас тут написано? Вот это HQ, обозначение высокое качество с английского языка. В данном видеомагнитофоне использованная технология HQ. Данный видеомагнитофон совместим с любыми видеомагнитофонами с маркой VHS. Отличительные особенности. Высококачественная система обработки изображения. По чёткости, помехоустойчивости цветопередачи. Автоматическое запоминание каналов тюнера до 30 позиций. Программируемый таймер на 8 событий в течение года с возможностью ежедневной и еженедельной записи. Кью-Эс-Ар. Возможность быстрой установки записи до 9 часов. Многофункциональный пульт дистанционного управления с возможностью вывода информации на экран ОСД телевизора. Автоматическое выполнение функций включения воспроизведения. Автоматическая перемотка функций ускоренного поиска. Быстрое выполнение операций записи и воспроизведения. Функция ускоренного поиска. Интересно. Счётчик реального времени. Система цифрового автотрекинга. Автоматический очиститель головок. Запоминание информации при кратковременном отключении питания. Батарейка внутри, что ли, находится? Хорошее замораживание изображения. Это прям как про холодильник. Хорошее замораживание изображения. Пауза, что ли? Или что они имеют в виду под этим термином? Так, что там дальше? Я знаю, что вы хотите быстрее видеомагнитофон посмотреть, но я специально так время тяну. Так, здесь описание, что может видеомагнитофон, что может у нас этот пульт дистанционного управления. Так, что тут есть интересного? Ну, вот здесь всё стандартно. Листы толстые. Индикатор наличия кассеты. Как подключить видеомагнитофон. Установка видеоканала. Поиск запоминания телевизионных программ. Кое-что о видеокассете. Выгрузка. Тип видеокассет. 240 минут. Предотвращение случайного стирания. Так, это воспроизведение. Так, есть воспроизведение с удвоенной скоростью. Но это имеется в виду скорость ЛП, наверное, я так подозреваю. Функция ускорена в 7 раз воспроизведение. В 11 раз. Так, автоотключение. Как получить стоп-кадр. Трекинг. Цифровой трекинг. Ручной трекинг. Запись. Запись одной телевизионной программы при одновременном просмотре другой. Возможно только при подключении телевизора к ВМВЧ-кабелям. При этом, если два фильма передаются одновременно по двум программам телевещания. Вы можете смотреть один из них и записывать второй. Второй фильм можно будет посмотреть позже. Что-то я не совсем понимаю. А что мешает взять и переключить на телевизоре на другой канал. Он же и так будет показывать. Вернее, не показывать, а записывать. То есть, видак записывает один канал, а ты на телевизоре смотришь абсолютно другой. Непонятно. Перезапись копирования. Так, это функции часов идут. Таймеры всякие разные. Программирование. Время. И возможные неисправности. Характеристики. Очистка видеоголовок. Ну и всё дальше пошло на английском, на немецком языке. Сейчас вам пульт покажу. Шиваки Джапан Индастриус. Не знаю, какой год. Посмотрим. Может, внутри видика это есть информация. Внимание! Пульт! Та-да-да-да! Пакетики. Со времён СССР. Скотч. Ну, вы видели, видели. Так, давайте его извечём из пакета. А пульт-то, смотрите, какой. Включить выброс кнопки меню. Дисплей ты в этом. Всякое разное. Это для видика управления. Ещё так сделано, выпукло. Не видел никогда, что так было. Хороший пульт. Мне нравится. Шиваки. Так, здесь. Чуть крышка туго прям открывается. Да и батарейки. Работает, не работает машина? Работает, смотрите-ка что. Ну и теперь сам видеомагнитофон. Вот этот красавец. Шиваки. Диджитал трекинг. Квик-старт. Быстрый старт. Автоочистка головы. Видеокассетный магнитофон. СВ-Р7. Здесь. Видим табло. Как он там называется? Короче, здесь показания. Опять. Кнопки оперейт. Выброс. Стоп. Перемотка. Плей-перемотка. Пауза. Запись. И выбор программ. Ну, собственно, кнопок больше никаких здесь и нет. Переключателей тоже. По всей видимости, так, ну, простенький видеомагнитофон. Ну, красивый. Да, еще он очень тяжелый. Так, антенна. Это у нас тест, наверное. Здесь звук. Канал. Скарт. Так, а это что? Значит, авто. А, выбор режима. Пал. Секам. Так, кабель не отстегивается. Так, кабель не отстегивается. Шильдик. Шиваки. Все на английском языке. Так, это я его перевернул. На дне вот такая металлическая пластина идет. Не на всю площадь, а вот только на такую. И здесь вот, где ножки, я заметил металлические такие для заземления, что ли, так сделано. Здесь и здесь. Интересно. А вот этот блок как будто бы должен отсоединяться. Но на самом деле он не отсоединяется. Здесь, по всей видимости, блок питания идет. О, подсоединил я его в сеть. Зеленым горит. Тоже не видел. Всегда был какой-то другой цвет. Вот так вот. Мне прям очень нравится, когда зеленым цветом все это дело делается. Мне сказали, что этот видеомагнитофон жует пленку. Не знаю, как через раз, не через раз. Это я сейчас пульта управляю. 16 каналов было настроено. Аудио, видео. Давайте сейчас попробуем. Нет, сначала, наверное, я сниму крышку. Посмотрим, что внутри. И прежде чем снимать, вот здесь вот сбоку есть такие выемки с одной стороны и с другой. И очень удобно приподнимать магнитофон сверху, если когда вот берете. То есть тоже первый раз такое решение вижу. Вроде бы ничего особенного, но на самом деле очень удобно поднимать. Попробуйте просто на других видеомагнитофонах. Такого нет. Очень удобно придумали. Вот так выглядит видеомагнитофон внутри. О, как интересно. Шлейф от барабана видеоголовок подключается, ну, обычно вот вниз туда куда-то. Это вбок к блоку питания подходит все это дело. Видите? Видеомагнитофон, я так подозреваю, две головки у него. Потому что здесь вот мне подсказали в комментариях, как определить это. Шесть отверстий, это одна головка. И здесь, то есть, ну, напротив. Вот она. Вот она. Тоже барабан сделан. Короче, у разных фирм по-разному все это дело происходит. Так, одна. Так, одна. Да. Две головки. Какие-то цифры здесь. 1,05,42. 0,1,05,2. Что-то 17 какие-то. Там вообще 3,12,22. Здесь написано. Какой год, не представляется возможным узнать. Или нет. Или это не 22. Это, наверное, 99. Может быть, так не пропечаталось. Типа 3 декабря или 12 марта 99 года. Ну, не знаю. В общем, у кого был такой видеомагнитофон, напишите в комментариях, какого он года. Потому что здесь определить достоверно не получается. Может быть, если вот эту вот открутить, и тут будет написано. Давайте попробуем. Ну, нет, здесь тоже непонятно, что написано. Тут вообще что-то 21 или 24 последняя цифра стоит. Нет, это ни о чём не говорит. Материнская плата. Моторчик. Так, очистка головок. У нас вот этот поролоновый отвечает. Смотрите, какой грязный. Это просто ужас. Нужно его отсюда демонтировать, чтобы он не портил. Видеоголовки. Ну, так, на внешний вид всё чисто. Пыли нету. И он не разбирался. Потому что, когда я откручивал винты сбоку, ну, было понятно сразу, что не разбирался видеомагнитофон ни разу. Так, загружаем видеокассету, которую не жалко, если зажжуёт. Ну, вроде всё нормально. Сейчас попробуем подключить к телевизору. Индикатор, то, что кассета вставлена. Посмотрите. Так, пробуем запустить. Play. Ага, плёнка. Смотрите, как идёт и дёргается потом. И вот там вот, не знаю, будет вам, не будет видно. Вот, дёргается. Оп. 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 Так, явно не должно быть. Так, запускаем. Play пошёл. Плёнка крутится. Но она дёргается. Смотрите. Рывками сейчас будет идти. Здесь не видно было. Так, вот, плёнка идёт. Вот, видели? Дёрнулась. Как будто он её дотягивает. Сейчас вот перестала дёргаться. Вот. Вот-вот дёрнулась. Такого, естественно, быть не должно. Вообще никак, ни при каких обстоятельствах. Play горит. Так. Так, не удаётся мне вам показать, как он показывает, потому что начал плёнку жевать. Надо делать выброс. Вон там он её наживал. Собрал вот с этой стороны. Ну что, только это выброс, надеюсь. Ну, видали? Плёнка осталась. Жаль, конечно. Жаль. Ну что, пробуем второй раз. Может, нам повезёт. Так, включаем. Нажимаем на Play. Нет. Стоп, стоп, стоп. Начал жевать. Звук пошёл. Не успел я показать вам. Уже наживал плёнку. Что-то видео какое-то у меня получается сумбурное. Я не готовился. Вон там вот плёнку видно. Эх, жаль. Так, а назад, если перемотать? Даст он выправить её? Перемотка назад. Стоять! Стоять! Стоп, стоп, стоп! Не реагирует! Аларм, аларм! Вот это, да. Вот это новости. Смотрите, чё. Тревога написал. Стоп, не реагировал. Вон какую бороду сделал. Борода. Что-то валик здесь прижимает, что ли, слишком сильно. Так, и как мне теперь тебя извлекать? Эджик не работает? В Аларме. Обесточить тебя попробовать? Обесточил. Но он всё равно Аларм написал. И выгружать кассету не дал. А вот сейчас дал. Кошмар, конечно. Это тут просто ужас, что творится. Вот так тест показывает. Всё чисто. На нулевой программе. Через карт попробовал я, но он почему-то не хочет заходить. До конца не заходит. Чего мешает, пока не могу понять. Это через антенну сейчас. Ещё один раз пробуем. Если уж не получится ничего, ну, что же сделаешь. Так, плёнка натянулась. Включаем. Звук есть. Плёнка вся странно вела. Сейчас только петля начала образовываться и обратно затянулась. Так, а почему нет изображения? Звук какой-то идёт, а изображения нет. Это что это? Как это вообще возможно? А, надо тест выключить. Ой, я туплю. Тест-то надо выключить. Вот здесь. Я же настраивал-то с тестом. Вот, выключаем, и изображение появляется. Всё в порядке. Вот оно. Всё красное. Это изображение на плёнке такое. Так что не подумайте, что что-то не то. Запись сама по себе плохая. Ну, полурабочий видеомагнитофон. Попробую на паузу поставить. Рискну. Опа, смотрите, пауза какая хорошая. Какая хорошая пауза. Прям достойная. Ну, дальше он не захотел работать. Я вообще-то на плей нажал, а он мне кассету выплюнул. И плёнку оставил. В общем, вот так. Такой обзор получился. Опять аларм. Пишите комментарии. Пишите комментарии.